Аллилуйя, Господь! Мы поклоняемся Тебе. Поклоняемся Тебе, Отец. Поклоняемся Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Дух Святой. Пусть это служение, Господь, которое, Господь, ради имени Твоего, оно будет благословено Тобой, Господь. И мы, Господь, приветствуем Тебя на этом месте. И мы открываем Свои сердца, Господь. Твори, говори, люби, Господь, успокаивай. Мы будем, Господь, петь Тебе, послание Твое и говорить с Тобой, Господь. Мы хотим иметь Делого, Господь, личный, и слышать, Господь, голос. Аллилуйя. Нет на свете красоты, без Тебя мой Бог. Ты меня освободил, Подарил любовь, Я в молитве при Тобой, Руки вознесу. Я хочу Тебе сказать, Как Тебя я люблю. Нет на свете красоты, Без Тебя мой Бог. Ты меня освободил, Подарил любовь, Я в молитве при Тобой, Руки вознесу. Я хочу Тебе сказать, Как Тебя я люблю. Я люблю Тебя, Иисус, Люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, Люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, Люблю Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, Люблю Тебя, мой Бог. И воздаю Тебе всю славу, Всю честь и хвалу, Господь. Только имени Твоему, Господи. Не сливайся с Честное место. Аллилуйя. Аллилуйя. Без Тебя сомнись, Без Тебя мой Бог. Ты меня освободил, Подарил любовь, Я в молитве при Тобой, Руки вознесу. Я хочу тебе сказать, так тебя люблю Нет на свете красоты, без тебя мой Бог Ты меня освободил, подарил любовь Я в моей тепле тобой руки вознесу Я хочу тебе сказать, так тебя люблю Люблю, я люблю тебя, Иисус Люблю тебя Я люблю тебя, Иисус Люблю тебя Я люблю тебя, Иисус Люблю тебя Я люблю тебя, Иисус Я люблю тебя, Иисус Я люблю тебя, Иисус Люблю тебя, Иисус Люблю тебя Я люблю тебя, Иисус Люблю тебя И живет, значит, тебе С каждым днем мой волк Чтобы сердце моего Прикоснуться мог Нежный голос в тишине И я услышу вновь Откровение слов твоих Мудрость и любовь Ближе выходчу к тебе С каждым днем мой волк Чтобы сердце моего Прикоснуться мог Нежный голос в тишине И я услышу вновь Откровение слов твоих Мудрость и любовь Я люблю тебя, Иисус Люблю тебя Я люблю тебя, Иисус Люблю тебя Я люблю тебя, Иисус Я люблю тебя, Иисус. 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 Я люблю, Иисус. Я люблю, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю, Иисус. Я люблю тебя, 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 Иисус. Господи, великие все получения, Приму такими, какими есть Господь, И меняй нас луком своим святым. Нет на свете красоты, Без тебя, мой Бог, Ты меня освободил, Подарил любовь. Я в молитве пред Тобой Руки вознесу. Я хочу Тебе сказать, Как Тебя я люблю. Аллилуйя, Господь, люблю Тебя. Аллилуйя, Господь, возношу Свои руки. Я поднимаю Свои руки. Люди Божьи, поднимите Свои руки. Вознесите их Богу к Отцу Великому, Святому. Ведь нет других Богов, Кроме Того, Которого мы имеем. Ведь нет ничего ценнее Царства Его, Которое внутри нас. Нет ничего нежнее Голоса Его, Возносите свои руки. Вознесите их Богу к Отцу Великому, Святому. Вознесите их Богу к Отцу Великому, Святому. Вознесите их Богу к Отцу Вознесите своих Богах. Иисус, Иисус, Ты нужен мне. Тебе одной я нахожу покой, Хочу услышать нежный голос Твой. Иисус, Иисус, будь со мной. Тебе одной я нахожу покой, Хочу услышать нежный голос Твой. Иисус, Иисус, будь со мной. Возношу свои руки к небу, Расслабляя Творца Вселенной, Пусть пройдется в небеса Расслабление из сердца моего. Я не хочу быть таким, как Мерчен, От Твоей славы хочу меняться, В Твоей любви я хочу купаться, Твоими путями ходи. Я говорю, Иисус, Твоя любовь во мне. Я говорю, Иисус, О, Иисус, Ты нужен мне. Ты нужен мне. Тебе одной я нахожу покой, Хочу услышать нежный голос Твой. Иисус, 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 будь со мной. Тебе одной я нахожу покой, Тебе одной я нахожу покой, Тебе одной хочу услышать нежный голос Твой. Иисус, 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 Пусть со мной, Ты будь со мной. Тебе одной я нахожу покой, Хочу услышать нежный голос Твой. Иисус, Иисус, будь со мною. Тебе рядом я нахожу огонь, Хочу услышать нежный голос, Господь, Иисус, Иисус, будь со мною. Алло, Господь, мы возносим в свои руки, Господь, Прямо к Тебе, Господь, и мы стоим, Господь, Пред Тобою, молитвы Своей. Вознося в свои руки, Господь, Вознося в свое сердце, Господь, Пред Тобою, пред чистотой Твоей, Перед срадостью Твоей, Перед Твоим именем, Господь, Единородным, великим, могущественным. Господи, не меряйте, что Ты Отец, Но, Господь, Ты изливаешься, Изливаешься в каждую душу, В каждое сердце, Господь. Ты не оставляешь равновушным ни одного человека, Господь, Потому что Ты властью над всем, И Ты приходишь только на любящее сердце, На искреннюю голос, На искреннюю молитву К людям, которые нуждаются в Тебе, Господь. И Ты слышишь этот голос, И Ты, Господь, Ты сливаешься, Господь, И Ты меняешь жизнь этих людей, Господи, Пусть ни один человек не уйдет с этого места, Не наполненный Тобою, Пусть ни один человек не уйдет с нет разрешенным вопросом, Господь, Все в Твоей власти, Все в Твоих руках, Господь, Мы отдаем совместительство Тебе. И перед окном я нахожу покой, Хочу услышать нежный голос Той, И Дсух. И перед окном я нахожу покой, Хочу услышать нежный голос Той, Иисус, Иисус, будь со мною. У вас ношу свои руки к небу, Прославляя дворца вселенной. Пусть дается в небеса, Расславление и сердце моё. Я не хочу быть один, Как прежде я не хочу, От твоей славы хочу меня дать, В твоей любви я хочу упадать, Моими путями ходи. Я говорю, Иисус, Твоя любовь во мне, Я говорю, Иисус, Я говорю, Иисус, Ты нужен мне, Я нужен мне, Я нужен мне, Я нужен мне, Тебе одно я нахожу покой, Тебе одно я нахожу покой, Тебе одно я нахожу покой, Хочу услышать нежный голос твой. Иисус, 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 И будь со мной, Да, Господь, Я прошу Тебя, Отец, Во имя Иисуса Христа, Будь с нами тогда, Когда нам тяжело, Будь с нами тогда, Когда вера отступила, Будь с нами, Когда уже нет никакой надежды. Я молю Тебя, Господь, Не оставляй нас. Ты сказал в своем слове, Что Ты держишь нас за руку. Я молю Тебя, Господь, Дай нам почувствовать это прикосновение, Дай нам почувствовать, Что Ты рядом. Дай нам почувствовать, Что Ты не оставил нас И не погибел, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, Что Ты даешь нам этот покой, Ты даешь им это мир. Тогда, когда вокруг буря Вокруг шторпы, Я молю Тебя, Господь, Успокой каждого человека, Который нуждается сейчас в этом мире. Я молю Тебя, Господь, Открой глаза, Чтобы мы видели те пути, По которым ты хочешь, Чтобы мы шли. Во имя Иисуса Христа, Я благодарю Тебя, Мой Бог. Я славлю Тебя, Господь, Я при Вас сошлю Тебя, Мой Бог. Мы можем найти покой только в Тебе. Мы можем найти, Господь, Только в Твоем присутствии. Открой наши лучи, Открой наше сердце, Чтобы мы могли слышать Тебя голос, Чтобы мы могли, Господь, Слышать Твое слово, Которое поможет нам измениться. Во имя Иисуса Христа, Я благодарю Тебя, Господь, Что Ты рядом с нами. Я благодарю Тебя, Господь, 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 За Твою любовь, За Твою поддержку, За Твою радость, Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я подумал, что эти ситуации помогут каждому из нас найти кое-какой путь Какие-то ситуации были Я общался с некоторыми людьми с разных сфер Семейная сфера была С бизнесменами, с некоторыми неверующими людьми И с некоторыми людьми, которые постоянно спорят Постоянно не хотят что-то доказать Постоянно что-то там хотят свою правоту настоять И такие, знаете, есть настырные, напорные люди Вот разные есть Я такой думаю, если я с этим сталкиваюсь То, наверное, вы же тоже с этим сталкиваетесь И если я через это прохожу То, наверное, и вы же тоже через это проходите Параны называются везде Не, не, не только про парановию Я говорю, ну, разные сферы Разные сферы Семейная сфера Там, ну, с бизнесменами Там, ну, там, с упёртыми людьми Там, с людьми, которые, ну, там Ну, даже с верующими людьми, да И я понял, что нужно дать Ну, вот вы что-то там сделали Что я вообще себя Так было всё хорошо Мне так было хорошо слышно Вы такой, не, я знаю, что вы слышите Я себе чистоту просто Не, не, было всё же нормально Надо просто чистоту повернуть обратно Не, я, у меня было Да, было всё хорошо Вот, и я подумал, что нужно дать этот урок Нужно дать это учение Как общаться с людьми, которые пытаются тебя переубедить Или пытаются тебя заставить поверить в то, что на самом деле не есть, ну, истина, да Потому что на самом деле, что делают люди? Они получили какой-то там ответ Или получили, прочитали какую-то книжку Или же прочитали, услышали какой-то семинар Или же сами до чего-то себе там домыслили И что начинают делать? Начинают делать из этого Теорема, да? Теорема или аксиома? Что мне нужно доказать? Теорема Это недоказуемо, вот нужно принимать вот так И что я сделал? На всех четырёх этих встречах Когда меня пытали Первая встреча была вообще уникальной Пришёл человек такой в глубоком мире Он, говорю Вы такой интересный человек Ну, и вы знаете меня? Я всегда такой Вы такой человек, у вас ни капли эмоций Он говорит, ты не понимаешь Я в глубоком мире Я говорю, вы когда-нибудь улыбаетесь? Очень глубоко внутри Но моё лицо не должно это видеть Я говорю, а как это? Он говорит, я тебе сейчас хочу что-то рассказать Он такой там, сначала ты что-то там сделал Какие-то вещи И говорит, у тебя есть духовная проблема Он говорит, чего ты взял? Твой дух в прошлой жизни был рабом И там начинает он что-то там Я говорю, стоп С чего ты это взял? Откуда ты это взял? Я тебе сейчас расскажу И там что-то он попытался Он ещё одно предложение сказал И потом он бежал с этой церкви Аж пятки сверкали Больше ему ничего не было без сказать Я бесю, что я говорил Вторая сфера У меня была встреча С одной семьёй В которой муж постоянно пытался что-то доказать Вот он прав Вот он только он прав И жене даже слова не давал сказать Я думаю, ну Я сидел, слушал его, слушал Он говорит, я глубоко верующий Я там Библию читаю Я там в церковь хожу А моя жена такая, всякая, раз такая Говорю, можно ей сказать? Что она вообще говорить не умеет? Да она вообще и то, и сё Я думаю, окей Ну, конечно, в итоге я не дал никакой консультации Потому что он не давал мне даже слова сказать И, конечно, в итоге эта семья ушла без ответа Третья сфера Это был верующий человек Который ходит очень давно в церковь Который взял какую-то сферу Вот в Библии Вырвал какое-то местописание И построил на этом теорему Только Да, и он нашёл себе там Каких-то подтверждений Какого-то монаха Какой-то в Москве есть монах Который там просидел 13 лет в келье Под землёй И потом он вышел из этой кельи И понял, что Библию больше читать не нужно Нужно читать писания каких-то вселенских Какие-то вселенские истины Что Библия пришла от вселенской истины И говорю, ну окей Библию хоть можно пощупать Где эти вселенские истины Дай мне хоть их почитать Он говорит, нет Это могут читать только прозревшие люди Только люди, которые там сверх Имеют сверх Естественные данные Да, сверхъестественные данные И так далее И следующий Это человек был Который вот этот Упёртый Который уперся Всеми своими мыслями Во что-то И я такой думаю Вау Класс Я думаю, что вы тоже сталкиваетесь С такими людьми или нет? Да, бывает Первый урок И я думаю, что это урок Который должен делать человек Который верит в Бога Кто такой верующий человек? Вы должны сразу понять Кто такой верующий человек? Человек Что делает? Что делает? Что делает? Слова мои слушает И выполняет их Как только человек Который не слушает Божье Слово Он не ходит в церковь Он не читает Библию Он не слушает У него нет наставника Он сам себе Знаете, я из-за вселенской церкви Знаете, есть такие верующие Которые из-за вселенской церкви Он никому не принадлежит Он ни под кем себя не поставил У него нет наставника Который поставит его в рамки И скажет Искусе Стоп Успокойся Что-то ты не туда Уже тебя Куда-то не туда понесло Все Этот человек Он уже давным-давно не верующий Этот человек уже просто заблудился Он не живет по Божьим истинам Тем более, если он делает какую-то доктрину Потому что Библия Она разъясняет каждую сферу И не может быть только так И не иначе И никак по-другому Есть местописание Библии Нельзя разводиться И все И верующие люди Верующие ходят в церковь Жена плачет вот такими вот слезами Муж ее Библия по голове бьет Пытается ей что-то доказать На работу не ходит Деньги не зарабатывает Жена как рабыня на пяти работах пашет И он ей пытается что-то вдолбить в эту голову Женщина уже в шоке Говорит, я не могу жить с этим человеком Я не могу с ним разведиться Потому что он мне показывает местописание в Библии Я говорю, все, разводиться нельзя Но дальше в этой жизни Я говорю, а где он это взял? Я говорю, где ты это взял вообще? Я говорю, вот же написано Я говорю, так дальше надо читать Я говорю, верующие минимум в двух пунктах уже могут разводиться Первый пункт, если, ну, при любодеянии, к примеру, один из супругов изменил Все, вы имеете полное право на развод Вы имеете право не жить больше с этим человеком Второе, это если ты верующий И ты живешь по Божьим принципам И у тебя нету, то есть, ну, у тебя есть наставник Который проверил тебя, знает твою жизнь Знает, как ты поступаешь Постоянно видит тебя Ты перед ним, как на ладони У тебя, ну, чистое сердце Но твой муж, даже если он ходит в церковь Но он не выполняет свои функции Свои обязанности И он не придерживается Ну, придерживается тебя Ну, твоей, ну, то, чему ты научена И он не хочет, как бы, это принимать Ты тоже имеешь право на развод Ну, то есть, вы понимаете Здесь разные, то есть, Библия разъясняет То есть, Библии нету Вот так и не иначе Вот так и не иначе, только заповеди Все остальные, ну, жизненные вопросы Они разъясняются То, что я буду сегодня, ну, буду сегодня показывать И прежде чем общаться с такими людьми Там, которые общаются со вселенными Или которые, там, ну, упертые Или какие-то, а, еще одно Я не говорю, да, ну, с одним бизнесменом С одними бизнесменами я тоже встречался Такая группа бизнесменов Которые, там, пытались меня во что-то втянуть Я говорю, ну, послушайте Так нельзя Это неправильно То есть, бизнесы, которые строятся ради бизнеса Или на крови Или ради денег Это ненормально Но они, знаете, как зашторено Только деньги самое главное И больше ничего Вот деньги и все Говорю, ну, это же неправда На самом деле человеку не нужны деньги Деньги – это ресурс Человеку нужен мир в сердце Ну, к примеру, да, вот богатые люди У которых нет Бога, да Упал в стак Он потерял один миллиард И бросился под этот Под метро Один миллиард потерял И бросился под метро Он у него сердце не выдержал Позора Да, у него еще этих миллиардов Волон и маленькая тележка Сердце не выдержал позора Потому что он никогда на стаках не терял Понимаете, то есть Ну, на самом деле Не деньги самое главное И не одежда самое главное И не пища самое главное И даже дом не самое главное Сколько женщин Или даже детей Которых там упрекают Куском хлеба Они уходят на улицу И живут на улице Намного счастливее, чем в тепле В чистой постели И с куском хлеба Которые постоянно упрекают Потом ты понимаешь Что не хлеб главное То есть прежде чем Общаться с такими людьми Что я сделал во всех сферах В четырех сферах Из-за чего со мной перестали Разговаривать Лицо Ты какой-то неправильный С тобой нельзя пообщаться Первым человеком Я взял и положил Библию На стол И со всеми Я ложу Библию на стол Что я говорю Есть истина Которая принята мной Ты должен Если у тебя есть Какая-то своя истина Положи эту истину Рядом И тогда мы сможем Иметь предметный разговор Для того, чтобы вас Не сбили с правильного пути Для того, чтобы вас Не сбили с того Во что вы верите Во что вы научены И на что вы сфокусированы Вы должны четко понимать Ваш разговор Должен быть Общепринятыми Какими-то стандартами Если Библия К примеру Это общепринятый стандарт Он говорит Все Ты христианин Все У тебя какие-то заморочки непонятные Я говорю Подождите При чем здесь христианство Многие люди упрекают Что вы христиане Вы там засегнутые Мы в 21 веке живем Можно встречаться Нужно спать Нужно пить По чуть-чуть Ничего страшного Подождите Какое отношение имею к христианству Христианство это новый завет Первые пять книгов Пять книг Моисея Это иудеи Следующее Это общепринятые стандарты Это пророки Это никто не отменял Ни иудеи Ни христиане Ни мусульмане Никто не отменял этого Следующее Это новый завет По которому живут христиане Я говорю Если есть какой-то спорный вопрос С иудеями Я открываю Первые пять книжек Говорю Давайте там же читать Причем здесь христианство Давайте читать То что принято Следующее Если здесь что-то не хватает Или какой-то семейный вопрос Или еще какая-то ситуация Берем все Общепринятые книги Пророков И начинаем это изучать Я говорю Давайте не будем Бирать пока новый завет Не надо спешить Я говорю К новому завету Если я возьму новый завет Вы вообще уже все проиграли Берем Общепринятые принципы То есть для чего Очень важно Углубляться в Божьем Слове Что когда с вами Начинают что-то говорить Вы берете Ложите Библию Общепринятые стандарты Истину И на основании Этой истины Вы Начинаете Разговаривать На основании Истины На основании Божьего Слова На основании Того Кто никто Не может опровергнуть Потому что Многие религии Пример Даже в христианстве Есть ответвление Что все Нужно рожать Вот как можно Больше детей И сколько В таких семьях проблем Родили 15 детей Из них 12 наркоманов Из них 10 Сидят в тюрьме Говорят Сыну У нас Это в Библии написано Где это написано В Библии Что ты должен Иметь 20 детей Что ты не имеешь Права предохраняться Где это написано Если ты У тебя нету Мозгов Чтобы дать Образование Этим детям То тебе вообще Запрещено иметь детей Если у тебя Еще в самом Ветер в голове Ты сам еще ребенок Если у тебя Недостаточно ресурсов Если у тебя Еще там Чего-то Недостаточно Мы Тоже сейчас В Украине Там одну ситуацию Разбирали Муж Надел 15 детей В семье И говорит Все Я не люблю Свою жену Все Я ухожу Я нашел Другую Останавливает Ей 15 детей Пастор Молодь Умница Берет Берет эту жену Забирает К себе Домой А говорит А детей Отдай ему Пускай Тетка Ты молодой Он Неделю Пожил С этими Детьми И вернулся Обратно К жене Есть мужики Такие Храмотные Все Мне нравится Другая Бросает С детьми Та не знает Что с ними Делать Пашет Пашет На нескольких Работах Особенно Когда мужики Начинают Говорить Ты ничего Не делаешь 15 детей Ты вообще Что ты делаешь Я тут разгрузил Пол камаза Книжек А что ты делаешь Почему Почему в семейных Вопросах Нужно брать Истину И тогда На основании Этой истины Уже начинается Что построить Религиозный вопрос Бизнес вопрос Вселенский Какой-то вопрос Спорный вопрос Истина Если человек Не принимает Истину Я говорю Или же Ты хочешь Со мной поругаться Или же Давай закончим Эту тему Потому что Ты не принимаешь То во что я верю Я не принимаю То что ты веришь То есть Не надо меня Перетягивать Не надо на меня Навешивать то Что на самом деле Я не приму Понимаете Да Но что делают Обычно верующие Они начинают Спорить Они начинают Раздражаться Они начинают Доказывать Они начинают Упираться Они начинают Там разъяснять Какие-то теоремы Потом в конечном итоге Раздражаются Срываются И некоторые Даже уходят От Бога Вам не жарко Заме Давайте откроем Луки 4 глава Я когда-то читал Уже это местописание Но есть люди Которые никогда Не слышали Это местописание Иисус Иисус Он же дух Как он может знать Как он может знать Мои душевные Плотские Или еще Какие-то переживания Как он может Это знать И Бог понял И послал на землю Сына И сын Прошел полностью Все Через что Проходим мы Все искушения Все испытания И многие могут сказать Так он же был Богом Если вы помните В пустыне Он оставил силу свою Божественную И он начал жить На земле По тем принципам По которым живет Человек Он выполнил Все заповеди То что человеку Нереально Человек даже Одну заповедь Выполнить не может А он выполнил Все Для чего Чтобы победить И вот у него Нужно учиться У того кто На самом деле Одержал победу И вот первая встреча С которой мы Всегда встречаемся У него была Пустыня Это тот урок Через который Мы проходим Ежедневно Но Иисус вышел Из этой пустыни Победителем А мы выходим Проигравшими Всегда В каждой ситуации И потом Что самое интересное До тех пор Пока мы не одержим Победу Мы не выходим Из пустыни Все евреи Которые вышли Из Египта На самом деле Должны были Зайти через 40 дней Тот путь пути Которых они прошли Два раза по 40 лет Они должны были Пройти за 40 дней Расстояние Того пути Который они шли Всего лишь 40 дней Но никто не дошел До этой земли Обитованной Кроме нескольких Человек Из тех которые И те И то и те Были рождены В пустыне Из древнего поколения Никто не пришел Почему? Потому что Они не одержали победу Над искушением Над заблазном Над гордостью Над Идолопоклонней С числами И так далее И тому подобное И если ты не одержишь Эту победу Ты никогда не войдешь Свою землю Обитованную Ты все равно Будешь возвращаться Не одержал победу С блудом Не войдешь В землю Обитованную Будешь ходить По этому кругу Не одержал победу С зависимостью Будешь ходить Постоянно В этой пустыне Не одержал победу С раздражением Будешь ходить В этой пустыне Это проблема Но что Люди Которые Неверующие Или даже верующие Или люди Которые не изучают Библию А больше смотрят Телевизор Или Особенно некоторые Даже верующие Они строят жизни На сериалах Это вообще Комедия На мыльных операх Строят свою жизнь Строят Некоторые даже Бизнесы строят На сериалах Вот там На основании сериала Или на основании То есть Какая у тебя истина Если у тебя истина Слово Бочье Тогда ты должен Разговаривать На основании Слово Бочье Итак Луки Четвертая глава С первого стиха Иисус Иисус Исполненный Духа Святого Возвратился От Иордана И поведен Был Духом В пустыню Там он был Сорок дней Искушаем Дьяволом И ничего не ел В эти дни А по прошествии Их Напоследок Проголодался И сказал ему Дьявол Если ты Сын Божий То вели Этому камню Сделаться Хлебом Какой урок я научился В этом первом Ну В первом диалоге В начальном диалоге Дьявола с Иисусом Христом Если ты Сын Божий То сделай Из этого камня Хлеб То есть Каждый человек На этой земле Пытается нам Сделать Что-то ценное Что материальные вещи Намного ценнее Чем духовное Намного ценнее То Что на самом деле Не важно Вообще И каждый день Мы строим свою жизнь На этом основании И каждый день Мы встречаемся С людьми Которые пытаются Нас перетянуть Прежде чем Я принимаю Какое-то решение Я всегда думаю Прилепится ли К этому Мое сердце Действительно ли Это то Что я делаю Оно нужно Для того Чтобы Распространить Божье царство Действительно ли То Что я хочу сделать Оно даст Славу Богу Действительно ли То За что я хочу Взяться Или то Что я хочу Посвятить Час своего времени Оно действительно Даст мне Тот мир И душевное Духовное Вдовлетворение Которое я ожидаю Или нет То есть Дьявол говорит Сделай Ну хлеб же важен Ты же голодный Ты же хочешь кушать Продай свое Первородство Послушай меня Перетянись На мою сторону Ты же понимаешь Ты же понимаешь Что в прошлой жизни Ты был собакой Или в позапрошлой жизни Ты был рабом А он еще такой Говорит Я знаю Твой дух Был В 13 веке Там еще Какое-то имя Мне там сказало Я говорю Класс Куда ты это взял Где ты это взял Я говорю Вообще Ну что Самое интересное Он мне не объяснил Где он этого взял Я говорю Почему Потому что Ты наслушался Или принял Какую-то непонятную Вещь Которая не Соответствует Божьему слову Если вам что-то Говорят И оно не Соответствует С Библией Человек не может Это доказать По Библии Даже не слушайте Его Есть некоторые Вещи Которые Очень сильно Соблазнительны Особенно Тогда Когда ты в нужде Особенно Когда у тебя Проблема Тебе говорят Не иди в церковь Тебе никто не поможет Вот там На Макдональдсе И Восемьдесят шестая На углу Есть бабка-гадалка Она такие вещи Говорит Класс И что За пять тысяч Тебе расскажут Полностью Все что тебе надо И что происходит Люди Ну Из-за того Что они голодные Из-за того Что они в проблеме Они готовы Потерять Даже Я про верующих людей говорю Даже не про Это не говоря уже Про неверующих Верующие люди Вместо того Чтобы встать на колени Вместо того Чтобы воззвать Богу Вместо того Чтобы взять пост Вместо того Чтобы взять молитву Бабушка-гадалочка Все расскажет Легче То есть вещи Которые То что легко Вы должны понимать Особенно тогда Когда уже Глубокая проблема Вы должны понимать Что это не то О чем вы должны думать Если что-то легкое Легкого Ну легкого Не бывает Иисус прошел Сорок дней И напоследок Уже взалкал Проголодался Его по Вы когда-нибудь Пасились хотя бы Десять дней Ну на воде Да Треть А сорок Представьте Я сорок не пасился Я двадцать пасился Ну представляете На двадцатый день Мне уже и в водах Казалось бы мясом Я уже ходил У меня в голове Только у меня такой Охарок только летал И тут дьявол такой На самом деле Он словом мог сказать И камень превращается В хлеб Взял Поел Все нормально Но когда человек Понимает истину Когда человек Понимает Когда люди говорят тебе Что ты молишься Ну смотри Уже церковь Уже год молится За тебя Ничего не происходит Ну смотри Уже молятся И нет исцеления И сын не освобождается И дочка не освобождается Ну зачем ты ходишь В эту церковь Ну тебе надо Тратишь свое время Тратишь свои деньги Пойди Вот там же легко Все сделать Никаких проблем Но когда человек Знает истину Когда человек Понимает Что такое важное Второстепенное Что такое нужное Он отвечает Он отвечает Так как ответил Иисус Иисус сказал ему В ответ Написано Что не хлебом Одним Будет Жить Человек Но всяким Словом Божьим Написано Что если ты хочешь Что-то получить Стань лучше На Божье слово И говори его До тех пор Если у тебя есть Проблема с болезнью Что я делаю Я сегодня проснулся У меня нарыв Ну чуть-чуть осталось А у меня нарыв Вот такая гуля Палец согнуть не могу Думаю Вау Наверное надо За кого-то сегодня Помолиться Я взял Пальчик Ну я обычно Ложу что-то На эту вещь Ранами Иисуса Исцелил Спасибо Господь За это исцеление И пошел Пришел на служение Я забыл Пришел на служение О смотри Уже ничего нет Понимаете То есть суть Но обычно Что нужно делать Некоторые говорят Нитку надо перевязать Там кто-то еще говорит Там еще какие-то вещи Тот кто говорит Надо плюнуть Два раза через плечо И потом в зеркало Посмотреть Ну какие-то вещи придумаем Почему Потому что это легче сделать Чем встать на Божье слово Это легче сделать Чем поверить Что ранами Иисуса Христа Ты исцелел И вот душ вышло И говорит Пальцы отпадают А говорит А я все равно Стою на Божьем слове И верю Что это ложь Потом говорит Как пришла боль Так и ушла Почему Наушина Она поняла Что важнее И сильнее Божьего слова Нету ничего Важнее И сильнее Нету Божьего слова Потому что Он сказал Написано в Библии И стало так Он сказал И произошло Он сказал И получилось Мы увидим То что мы видим На сегодняшний день Все творилось Слово И сказал И появилось И сказал Появилось И прежде чем Перефокусироваться На какие-то материальные вещи Прежде чем Слушать людей Которые На самом деле Не воспитаны Так как воспитаны Вы И если это не Даже если вы Два дня Ходите в церковь Прежде чем Согласиться С кем-то Скажи А можно Пойти к моему пастору Вместе с тобой Я сильно Как один человек Сделал Который Не сильно Много разбирается В Библии Что он сделал Он взял Этого вселенского парня Говорит Ты знаешь Я что-то не понимаю Но то что ты говоришь У меня бунт внутри Говорит Пошли к моему пастору И тот пришел Такой весь Ос Вау Я когда его видел Думаю Класс Я все таких не видел Садись Давай Рассказывай Что там у тебя Понимаете Ну когда я поставил Библию Он говорит Не-не-не Это от истины Это не истина Это от истины Какая разница Если Бог Есть Это истина И это слово От него То почему Не по нему Строить свою жизнь И строить жизнь Потому что А ты на чем Строишь свою жизнь Со слов того А тот сказал тому От тому Пришло от прозрения Говорю Что это не записано Почему это не записано То есть Если вы В чем-то не понимаете Или что-то у вас Не получается Приведите его ко мне Потому что Потом Что происходит Потом Потом происходит Огорчение Разочарование Происходит Боли Как помните Я рассказывал Про долги В нашей церкви Я всех прошу Не одалживайте Больше того Что вы не можете Простить Не одалживайте Даже Какая бы ни была Ситуация Что бы там Человек Был Он не говорил Не давайте Ему столько Сколько Вы не можете Простить Потому что Что происходит Потом Потом Проблемы В семьях Потом Разваливаются Семьи Потом У тебя Огорчение Зло Злоба Раздражение На этого человека Вы помните Ситуацию В нашей церкви И что Некоторые Что люди Сделали Меня Обвинили Я даже Не знал Что он У вас Деньги Брал Я даже Об этом Не знал Понимаете Точно так же В каждой Сфере Если вы В чем То не понимаете Или не разбираетесь И если вы Не можете Как я Поставить Библию Сказать Покажи Мне Это Если ты Не покажешь Я тебе Покажу Точно Если вы Не понимаете Вот так Взять Положить Библию Скажите Пошли К третьему Человеку Он Нас Рассудит А А вот Если Не идут Тогда Говорит А что Ты мне Мозги Компосируешь Если Он Не идет Потому что Человек Который Знает Что-то И он Твердо На этом Настроен Он Пойдет А человек Который Не понимает Что-то Он Будет Пудрить Тебе Мозги Как Этот Вселенский Человек Что Он Сделал А я Пойду Он Думает Сейчас Я Приду И Сделать Этот Ос И Начну Перед Ним Отжиматься